Субтитры создавал DimaTorzok Ему до нас. Тела нет вообще. Потому что мы к его порождению уже не ходили. Ну, по последствиям. А боги уже посоздавали людей. Система, например, приятная. Меньше, меньше, меньше. Больше этих сетевых кейсов. Да, да, да. Даже посоздавали людей. Причем везде свои люди были. Тут получили себя. Каждый грегор. Что такое грегор? Слово. Грегор стало для себя. Вы когда его использовали? Нет. Греческая информация определенная? Нет. Я говорю. Агрегат. Агрегат. Греческое слово. Это, по сути, машина. Механизм. 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 Этот механизм имеет свои правила. Имеет свои определенные. То есть это, как от машины требовать человека. Если она работает на дизеле, заливать в нее бензин и жаловаться, почему она плохо едет. Вообще не любит. Вообще не любит. Вообще не любит. Потому что... Соблюдать нужно правила механизма. Нужно соблюдать. Сами по себе эгрегоры, они имеют, они не имеют сознания. В них сознание только частично ограниченное условием его использования и ограниченное без предназначения. Он предназначен быть только передатчиком. Накопителем энергии. Передатчиком. Куда-сюда. Куда-нибудь между тем. Опять же есть эгрегоры естественные. С природными. Есть уже порожденные людьми. Но человек сам по себе, он не может эгрегор создать. Несмотря на представление некоторых школ. Всяких там идеи, уже так далее. То есть это... Тут большинство мнений. Создавать человек. Сходя из этого нужно понимать, с какими правилами, по каким правилам ты работаешь. Поэтому, когда ты обращаешься к Иисусу Христу напрямую, он не хочет тебя слушать. И не знает. Ну смотри, тут Броник воедет. Да, вот тут рассказывает, что есть там Бог, там создаётся ещё. Ты не смотрел этому, это не дели. И вот создаётся и Грекер. Как ты вот рассказал, то же самое. Грекер создаётся, ну как он говорит. Вот я сейчас стою. Я вот сейчас, да, вам рассказываю информацию. Вы начинаете учиться у меня. Вот в принципе, по большому счёту, он говорит, по его словам, у нас сейчас, вот, мы, как говорится, делаем тоже с ним, Грекер. Ты, как говорится, так же, вот, выше нашего Грекера. И там дальше, да, так, идёт, идёт. Во всяком случае, я так понял. Да. И большинство так говорят, что если есть хотя бы три человека, то создаётся и Грекер. Потому что трёх человек мало, и здесь не устанавливаются никакие правила, нету правил накопления, нету правил, ну есть какие-то правила взаимодействия, да. То есть не кидаться в меня бумажками. Мне в то же время не сидеть в полном спиной, и тогда в самом элементарном. Но как таково у Грекера раздействует. Нету правил, нету без закладки. Но вам просто понимать нужно, с чем вы работаете, когда вы к кому-то обращаетесь. Потому что у них ещё есть свои правила. Я так понимаю, что у Грекера любого должны быть правила, по которым он строится и работает. Допустим, я читал, что та же банга и её последователи, и её был смысл сделать свой Грекер, чтобы в неё верили туда-сюда, были её там иерархии, пятое-десятое. Но это же не просто так. Я же понимаю, что чем больше вот прихожан людей, они приходят зачем? Они приносят энергию. Они молятся, они дают свою жизнь другую энергию, правильно? на образа, и она должна ретранслироваться выше. Вопрос такой. Почему говорят, что сейчас купола в церкви вот такие, и их покрывают серебром либо золотом, и она типа экранирует и не передаёт дальше? Это уже сейчас очень много нападок, это уже такие эгрегориальные будут. Просто нападки на христианскую, на православную церковь, на католическую. Просто раньше были немножко другие шпили. Ну, посмотри на церковь, которая находится в Киеве. Ещё раз. Я почему? Я не просто так говорю. Понимаешь, дело в том, что там ничто не передаётся. Почему-то люди считают, что те, которые стоят с таким подходом, они подходят к этому как к физике. Там нечему передаваться. И, во всяком случае, оно передаётся не таким образом, чтобы купол что-то там даты передавал. Ну... Я уловил, Самсон. Ну, немножко по-другому работа. Но смысл, смотри, в другом. Потому что там много энергии. Это я понимаю почему. Ну, просто логически. Приходит новый батюшка работать, да? Вот, допустим, у меня там я живу. Вот приезжает, у меня несколько поколений батюшек сменились. Там одни умирали, другие это вот. И вот пришёл батюшка, я помню самого первого. Он был, ну, вот такой вот. Через год-два он, ну, такое пузо там, всё. И дальше пошло, пошло, пошло. Нет, ты не понимаешь. Человек не может получить это всё, раздобрить, не получая какого-то блага. Конечно, не может, потому что... Ну, с голоду пухло. Конечно, не может, потому что... Ну, ещё. Ещё кроме вот этого деления. Создатель. Дальше. Бонин. Дальше пошло ещё деление. Богам не хочется контактировать с людьми напрямую. Ну, не со всеми. Поэтому они контактируют с человеком через ограду. Игрегор тоже не в состоянии контактировать с человеком напрямую. Поэтому он контактирует через духовных лиц. Как называемых... Ну, служителей церкви. Назовём его так. Жреца. Через жрецов. Батюшка – это тот же самый жрец. Просто жрец православный церкви. Ну, а жрецы уже контактируют с людьми. Вот такая получается цепочка. При этом каждый эгрегор... Что для него самое важное? Для чего лучше? Ну, для того, чтобы Ваши всякие желания передавать выше. Ваши желания... Всем по барабану. Что вы там желаете? Энергия. Энергия энергии. Вы платите времени. Вы платите внимание. И вы платите опу. Своим жизненным. Человек, входящий в определенную религиозную структуру, он вносит в эту религиозную структуру часть своего сознания. Часть своего опыта. Потому что после смерти мы все идем по каким-то из этих вот каналов. Тот, кто умирал по православному, его хоронили по православному, он идет по православному. И проходя все вот эти вещи, проходя, скажем так, в чистилище, часть своего сознания он оставляет здесь, здесь, здесь. как выше, но дальше. Поэтому каждый из этих эгрегоров, он складывается из сознания жрецов живущих и уже умерших. И сознания людей, живущих и уже умерших. Но которые в него уже входят. Поэтому жрецы Гуслокова оставляют там свое сознание целиком. То есть они здесь оставляют там. Особенно те, которые первые были, они оставляют там всегда сознание. Ну в форме там становятся святыми, великомучениками и так далее. Поэтому если среди них попадаются, или он сексуалисты, среди них попадаются злотальницы, и так далее, и так далее. Вот это все здесь остается. Поэтому наши священники всегда любили пожрать, любили выпить, ну и не брезговали с прихожанками где-нибудь. Им грехи отпустили. В католической церкви свою. Прихожанки. Да. Ну там не прихожане. Вернее, там не прихожанки. Там маленькие прихожанчики. То есть своя вот эта темная часть. Опять же у него всегда есть темная часть. У него всегда есть светлая часть, всегда есть темная часть. Всегда есть его зеркальное отображение. То есть у христианства это сатанизм. У того же буддизма, это варианты, когда буддизм связан с шаманизмом, с темным шаманизмом и с демонологией. Есть часть буддийских сект, которые тоже темные. Можно отнести к черной магии. Но все же религии, это в любом случае магия. Потому что те же самые обряды, заклинания и все остальное. Что так, что так. При этом они борются с конкурентами. Они борются с конкурентами. Все они борются с конкурентами, для того, чтобы как можно меньше было конкурентов здесь. Или другое название. Другой вопрос. Ну хорошо, Эгрегор, ты говоришь, мы платим ему своим временем, опытом, сознанием и все остальное. Но это все можно интерпретировать в энергию. Потому что все, что ты назвал, это и есть энергия. Так ты же терапевтия сказал. Мы же так и сказали. Просто смотри, он когда, когда хорошо, когда Эгрегор благоволит или защищает кого-то, он что делает? Он каким-то образом его энергетически правильно прикрывает? Или что он делает? Правильно. Он же не делится с ним опытом. Он не делится тем, которые есть. опыт ему не поможет. Если человек просит его защиты. Понимаешь? В плане защиты тоже поможет. Он не поможет. Придет сознание, о, а мне нужно сделать ответ. Поступить-то так-то и так-то в этот момент. Вплоть до того, что рассказывал, один из стариков рассказывал, который прошел вторую мировую, но еще привлечаем на ребенка. Они пацанами бежали по полю. Три человека бежали по полю. И тут не сошли. Там посреди поля дуб большой. Заскочили под этот дуб. Он начал читать молитвы. И они все лежали вот так. И в какой-то момент ему захотелось перепрыгнуть. То есть лежать головой не сюда, а назад. Он просто перепрыгнул. И у него ноги остались лежать там, где у всех остальных головок. Мистер Шмидт на пикирующем вираже сделал зал. И как раз что прошлось по головам. То есть тех дворик убило, ему ранено ногу. Вот такой вот момент памяти. Человек обратился, ему вдруг какая-то информация пришла, а потом он успел это сделать и остался живым. Но подсознание нормально сработало. Оно так и так. То есть если вы просите Боже дай денег, то это же не значит, что к тебе придет чек и православная церковь откликается на ваши молитвы. Мы готовы вам выплатить такую-то сумму. Это значит, что тебе придет понимание, как эти деньги заработать. И что? Было бы хорошо, если бы сказал. Приватбанк. Ну конечно. На карточку счет пришел. Выслать свой номер. Причем все имеют свои правила. К примеру, те же самые деньги тоже имеют свои правила. Если знать правила ДИН, то можно их сюда иметь. И тогда, и тогда. Давайте. Знаем эти правила. Все. И денег, и удачи. Да. Деньги, любая энергия, это же энергия. Она должна заставиться. У нас все получили. Правил много. Не тратить, блокладывать. Не только тратить. Давай это, давать силу. Давай, давай напиши нам. Напиши, чтобы мы знали. Ты не правила мне ограничишься. Тут правил много. У меня как раз. У нас все равно. У меня есть таланс. У нас все равно. У меня все равно. У меня есть таланс.